Итак, друзья, сегодня интересная информация, очередное видео. Хочу сказать, что на интернете существует такое мнение, что пчелы переносят яйца и пчелы не переносят яйца. И между ними идет спор постоянно. Я тоже склонялся более к той мысли, что пчелы не переносят яйца. Ну, в итоге при закармливании этой семьи, эта семья под номером 1, вот видите номер 1, я закрыл маточку в клетку 1 августа у меня записано. Вот она маточка в клетке сидит, я ее достал, она в клетке, видите, пчелы ее обступили, потому что матка в клетке. И эта маточка находится в клетке. Смотрел я через определенное время, это я вам скажу, когда я смотрел. Это смотрел 8 августа. Значит, 1 августа и 8 августа вы можете прибавить, это сколько получится? 7-8 дней. Все яички уже не способны дать матку плодную. Уже были личинки до закрытия, еще один день закрытия, яичек не было. Я видел, что яичек не было, я поломал маточники, они мне не нужны были, которые там были. И поставил рамку с засевом. Сегодня у нас 19 число. А 8-го я поставил 19 отнять 8, это будет сколько? 11 дней. Уже прошло 11 дней после того, как я поставил рамку. Сейчас я вам покажу эту рамку, что с ней получилось. Немножко яичек, чтобы вы убедились. Тему я сегодня говорю, что пчелы переносят яички. Для этого я сейчас немножко подымлю, чтобы они нас не кусали. Потому что это у меня немножко злющая семья. Вот. Пожалуйста, посмотрите. На подставленной рамочке они запечатали уже яички. Это уже печатный расплод. И сделали маточник закрытый. То есть проверить, переносят пчелы яйца или не переносят. Это очень и очень легко. Вот. Пожалуйста, обратите внимание. С этой стороны они сделали маточник. Видите? Вот он маточник. Вот он маточник. Видите? В округе нет ни одного засева, ни одного закрытого. Засевчик у меня был с этой стороны. Видите? Все яички, которые я поставлял, все закрытые. Прошло уже 11 дней. Видите? Итак, значит, эта рамочка не могла нам дать яички. Вы согласны? Да. Но у меня есть еще открытые. Открытые маточники. Откуда они образовались и где? И каким образом? Сейчас покажу, друзья мои. Пчелки немножко агрессивны. Надо их немножко дымануть, потому что они думают, что мы их обижать будем. Вот на крайней рамочке, вот на этой, у меня была вот эта клеточка стояла. Сейчас я ее смотрел и убедился, что мацка в клеточке. Видите, как она, пчелы здесь вот ее обступили. Вот, лижут. Ну, короче, не хотят, чтобы она там сидела. Хотят, чтобы их выпустили. Еще секундочку, дымно. Ветер уже. И они чувствуют неуютно, потому что матка в клетке и семья чувствуют себя не очень хорошо. Ну, ненормальное состояние. Они хотят ее выпустить. Это, значит, проблема какая-то в семье. Когда проблема, пчелы всегда немножко агрессивные. А вот на этой вот рамочке, вот здесь вот у меня стояла эта клеточка. Я ее снял. Вот она, видите, впадина даже. А вот тут маточник заложили. Видите маточник? И вот маточник заложили. Вот, можно даже белое увидеть. Сейчас я на солнышко покажу. Ты приблизишь. Вот, давай сюда. На солнышко и затормози, не шевели. И вот, 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 пожалуйста, вот это вот. Видно белое? Погляди. Вот, посмотрите, личинка какая здоровая. Видите? Уже прошло 11 дней. Никто не мог уже дать такое. И вот. И вот. Клеточка здесь стала. А значит, они вытащили от матки яичко. И вот, посмотрите. Сюда гляньте. Посмотрите, какая личинка. Вот, я вам показываю, чтобы вы убедились, что тут мощная личинка. Видите, да? Вот. Это они вытащили яичко от матки и положили сюда. Вот тут и тут. И образовался маточник. Значит, та теория, которая говорит, что пчелы переносят яички правильно и верно. Это работает очень хорошо. Как видите, вот она личинка, червячок. Я сюда не подставлял. Те, которые закрыты. Это поздняя личинка. Ей дней 6. Вот. Дней 6 прошло. Итак, друзья мои. Что я хотел этим сказать? Что та теория, что пчелы переносят яйца. Если маточка какая-то забольная или еще что-то, делают мисочки, откладывают туда яйца. Те, которые им надо. А сейчас мы оставим здесь маточник, который мы подставили. Это я специально выковырнул. У меня есть маточник, чтобы показать, что тут личинка существует. Видите, какая крупная. Вот она. Крупная личинка в маточнику сидела. И на другом маточнику тоже. Два маточника заложили, перенесли два яичка. То есть, таким образом нам понятно, что мы сделаем. Оставляем здесь маточник. И там еще один мы расковыряли, но личинку мы не трогали. Пусть они себе выводят матку. А эту клеточку с маткой, со старой, мы положим на второй корпус. Видите, как они? Немножко агрессивные. Ой, как она укусила меня. Все-таки укусила. Сейчас я их подниму, поставлю разделительную решетку. Уходите, товарищи, уходите. Здесь вам не дело. Ставим второй корпус. Первый корпус у нас почти готовый. С медом. Я его не буду поднимать. Вернее, с сахарным сиропом. Вот. Ставим второй корпус. И маточку на второй корпус пустим. Ну, можем поставить в клеточку. Можем это самое выпустить. Это как наша душа желает. Вот. Если мы хотим, чтобы она уже начала сеять, можем выпустить. Потому что еще есть время, и она подсеет этого самого. Если не хотим, чтобы она сеяла, можем ее оставить в клеточке. Подождем, пока выйдет новая матка и начнет сеять. Ну, чтобы эта семья не чувствовала себе сиротство. И она не имела этих, как его, трутовок. Пчелы всегда лижут эту маточку. Видите, как они ее обступили. И она не образует трутовок. Итак, сейчас мы эту клеточку немножко поднимем. Бо они так агрессивные. Меня так укусили. Говорят, не кусаются. Ну, я не люблю, когда они кусаются. Геть, 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 геть. Сейчас они вот разлетелись. Вот она, маточка бегает. Вот она, вот она. Видите, вот она большая. Вот она. Вот она бегает. Видите, большая маточка тут. Хорошая, здоровая маточка. Вот она, вот она, вот она, вот она пытается. Вот она, вот поверху побежала. Вот. Вот она. Вот такая клеточка. Пчелы свободно пролазят. Матка не пролазит. Для, так сказать, сохранности мы еще здесь поставим и пусть она тут сохраняется пока на первом этаже не выйдет матка если и выйдет на первом этаже матка то на юнь не придет сюда и она там оплодотвориться и уже будет семья знает что семья матков заперти поэтому на районе она не пойдет уже осень и они вывели матку не для районе а для замены итак друзья я показал вам тот вариант что работает это очень легко проверить что пчелы переносят яйца матку я не выпускал вот ту рамочку которую я поставил не уже запечатали по срокам моим я посмотрел это уже яйца а которая выдала вот эта матка ну мне такие маточники не нужны мне есть запечатанный маточник вот то это уже то что мне надо как говорится итак друзья продолжаем наше видео осматривая вторую семью поздние матки то что я перед видео выставил сейчас как какой процесс матка вышла чине вышла здесь я матку матку закрыл клеточку я вам сейчас покажу вот она тут закрыта в этой семье вот матка в клеточке я подставил сюда маточник как и первой семье которую мы сняли на видео вот матка в клеточке вот здесь вот сбоку сидит я ее видел и вот она бегает вот она если хочешь вот она пытается вылезти сейчас я ее покажу хорошо чтоб люди убедились ну и пчелы здесь купляться они специально купляться чтобы кормить маточку вот она вот она вот она вот она головочка торчит и вот она сейчас она вот поворачивается вот она пытается вылезти вот она мордочку просунула головку но вылезти не может вот она 2 головку сует вот не может вылезти видите настолько хорошо клеточка сделана. Вот она в клеточке. Вы убедились, да? Она в клеточке. Итак, это временно мы сейчас поставим на место. Посмотрим. Матка тут вышла. Я ставил маточник сюда. Вот. Если вышла матка, таким образом мы выводим позднюю матку. Смотрим. Я видел, здесь она бегала. Сейчас глянем, где она. Вот она. Видите? Вот вышла матка молодая. Вот она сидит. Все делаем одним видео. Вот она побежала. Вот она. Видите? Вот она. Вот она. О! Хорошо побежала. Видите? Молоденькая матка вышла. Вот тормозится, тормозится. Значит, таким образом мы можем выводить какую хоть матку. Хоть с прививочной рамки сюда подсунуть. Хоть хорошего. Ну, короче, хорошего качества маточник можно ставить, когда вы закрыли матку на кормежку семью. и таким образом вы улучшаете качество семьи. Вот. Эта матка, естественно, полетит, облетается, начнет класть яйца. И тогда будет можно посмотреть, что с ней со старой маткой станет. или они или они ее убьют, или они перестанут ее кормить, или они будут кормить, и ту кормить будут. Так что это очень интересный опыт. Продолжаем этот опыт. Я не буду затягивать ваше время. То есть я показал факт, как оно работает. До встречи. Ставьте лайки, подписывайтесь. И можете видеть факты, как выводятся матки поздние. Не только, когда мы заложены маточники, но когда и матка поздняя вышла. Теперь нам осталось подождать, чтобы она оплодотворилась. Сегодня 19 августа. Я думаю, за 10 дней до 1 сентября она успеет спариться. И мы успеем проверить яйца. До встречи. Ждите новых видео. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok